всем все здравствуйте по-русски скажу значит что в начале видео хотелось бы сказать ломать не строить очень важно как вы многие я думаю сейчас весь мир об этом в курсе произошел чудовищное событие это теракт который произошел и в первую очередь хотелось бы выразить слова соболезнования и сострадания людям которые пострадали там людям которые погибли чудовищной страшной смертью от рук террористов как вы знаете у терроризма нет лица нет национальности и нет религий это важно знать значит в этом видео я не хочу обсуждать какие-то политические моменты теории заговора и так далее почему я изначально сказал ломать не строить да есть мосты некие между людьми народами разными национальностями и религиями изначально чуть чуть прошлое вернуться конечно это не совсем о политике но я читал энциклопедию ссср от 73 года выпуском есть там написано что в ссср три главные религии основные это буддизм христианство и слава те самые мосты которых я говорю видео это посвящено будет буллингу людей понимаете буллинг сейчас многие особенно этому молодежь которые не зная каких-то элементарных знаний легко направить на путь разрушения и хаоса прежде чем с кем-либо я разговариваю на какие-то религиозные темы я спрашиваю человека ты читал будь то христианин библию будь то мусульманин благородный куран будь то буддист буддийские сутры далее мы уже говорим и как практика мне показала ни один человек который пытается вступить в какие-то споры не читал значит как вы знаете мой блог посвящен часто очень голубеводству и здесь я хотел бы выразить мое реальное непонимание людей более взрослого возраста в современный сср которые сейчас особенно тех которые занимались голубеводством выражают национальные нациалистические как сказать это правильно выпады в сторону людей которые по национальности таджики таджики первое что хочу сказать таджики это одни из лучших голубеводов во всем мире во всем мире это общепризнанно в сср были одни из лучших голубей это таджикские голуби понятно что у голубей нет национальности как у людей но называли их по тем республикам в основном по тем временам в которых выводили породы для более легкого восприятия того где эти птицы жили какому климату привыкли кто вел эти линии у таджикских голубей немало видов и пород в конце этого видео предлагаю посмотреть на эти шедевры голубеводства чтобы вывести породу закрепить ее вести линию я вам скажу нужно чтобы люди вели ее очень долго не год не два не три в основном у голубева те кто знают знают что это как минимум от деда к отцу потом к сыну передается они ведут это это как наука это как вид искусства таджикские голубя составляют серьезнейшую конкуренцию бойным бакиньцам иранцам пакистанцам и так далее и тому подобным бойным голубям я на самом деле очень мало знаю но что-то дознаю об этом значит что сейчас получается происходит людям актер например которые к счастью и к сожалению одновременно по фамилии светлаков был в торговом центре в этом теракте когда происходил теракт хорошо что жив здоров суть в чем я хочу вам сказать что шутки шутками но смотрите как получается а это буллинг это реальный буллинг по другому нельзя назвать а в 2006 году сейчас 2024 год когда вышел телесериал наша раша и конкретно таджиков очень серьезно булили и это люди которые выдержали многие взрослые люди выдерживали это испытание когда всех булили вроде шутка шутка но это действительно задевает это живое скажем когда их равняют с какими-то неандертальцами можно сказать да ну если посмотреть как второй актер по фамилии гаустян восхитительной актерской игрой показывал это нельзя всех грести под одну гребенку я не оправдываю я живу в москве знаю что действительно есть люди которые приезжают и язык не знают но это не значит что они тупые не понимают ничего в этой жизни попробуйте приехать в страну где вы не знаете язык вы точно так же будете выглядеть особенно нигде англоязычная какая-то страна где не на английском разговаривают в японию поехать или в китай вот весело будет на вас тоже будут смотреть как на дураков вот представьте к чему я 2006 года сейчас 2024 детям которые когда вышел сериал этот вот сейчас 18 лет это все время их булили жестко булили конкретно таджиков булили 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 ну буллинг знаете да что значит очень жестко и у детей у подростков понимаете я думаю сформировались некий может быть психологические травмы ненависть какая-то да к людям которые это делали тут тоже как бы обратная реакция нельзя всех под одну гребенку грести делайте выводы надеюсь те кто поймут это поймут и не будут учиться на чужих ошибках и не будут заниматься терроризмом ни в коем случае не поддерживают терроризм террористический акт я за мир во всем мире что вы знали значит кроме этого СМИ как легко сказать таджики ну таджики вот это все таджики вы в курсе вот если в википедии вбить пробить какие национальности живут в таджикистане там у вас откроется огромнейший список национальностей и вот эти люди они может быть родом из таджикистана но они могут быть банальными метисами как у нас же в россии что вы хотите мне сказать если по биологии что по национальности все рассуждать вы все русские чистокровные что ли да нет у кого-то найдутся там да банально евреи те же в крови и вы уже метисы будете у кого-то армяне у меня столько друзей моих хороших близких братьев и сестер которые у них папа одной национальности мама другой метисы метисы понимаете это тоже фактор если уж вы решили в биологию там да в национальности вот это все углубиться всех под одну гребенку почитайте сколько национальностей в таджикистане вы о которых даже не слышали никогда я сам честно не знал вот я в википедии первое чем видео записать посмотрел сколько там разных национальностей и удивился я реально не знал какие-то нации народы малочисленные могут быть они да но они есть тем не менее поэтому как факт что не все приезжие из таджикистана таджики как минимум но они тоже попадают под этот буллинг понимаете у голубеводов очень серьезный мост очень серьезный мост на основе которого и благодаря которому живо голубеводство до сих пор понимаете у меня есть мои друзья таджики с которыми вместе я выпускал бакинские голуби кстати если смотрите это видео всем салам голубь у меня был хамзат он есть в блоге и человек с которым выпускал того голубя кинул с руки и он сыграл я сразу понял ну эти голуби они показывают мне что человек хороший плохой бы был не сыграл бы натренировал не зря поэтому с любым голубеводом который занимается голубями это идейные люди это поверьте мне те кто занимается голубеводом голубеводством от души голубями это люди которые за мир во всем мире потому что даже голубь он по себе сам по себе ассоциируется с миром понимаете с дружбой любой голубевод будь то таджик узбек киргиз украинец русский неважно какой национальности если бы любым бы из них лучше бы вместе бы за один стол сел выпустил голубей бы пил бы чай кушал вкусно говорил об этом и смотрел как эти голуби играют летают как они радуют нас знаете какая у меня история есть иначе я продавал колечки на авито для голубей приехал парень ну лет двадцать на авито где то я не знаю возраста то есть ну мало же меня я ему продал что-то там ну это не дорого на самом деле продал дешевле чем на птичем рынке колечек этих рублей на сто на двести и я его спросил конечно же какими голубями занимаешься ну там какие-то у него таджикские голуби там породы назвал лалаки вроде бы называется и он мне сказал представьте хочешь я тебе подарю понимаете что это значит когда голубевод и он я уверен что не барыга никакой он сам он мне показывал видевод сам занимается нравится ему в чем отличие между барыгами и голубеводами заводчиками а таджики это одни из лучших заводчиков ну люди я не хочу на самом деле дерить на национальность потому что я знаю что есть метис и если углубиться в эту генетику и в все эти тонкости и нюансы окажется что большинство из вас не являются представителями национальности которые вы думаете окажется что вы метис какой-нибудь не про всех конечно говорю не про всех но тем не менее для информации вам чтобы вы прежде чем что-то делать и топить за какую-то нацидею вы подозвучили биологию банальную XY хромосому закона Менделя я думаю для многих это будет более интересно чем идти заниматься буллингом каких-нибудь людей ну не хочу говорить что типа выгораживать конечно же есть хамло всякое я живу в Москве вижу тут есть и хамские люди да там разных национальностей нерусские да которые реально есть которые к девушкам неуважительно относятся которые по одному когда ходят в пол смотрят а когда их два и три а ты один они могут в сторону плюнуть ну как бы дерзко себя вести но я думаю это защитная реакция которая понимаете вот если подумать с нашей раши с выпуском 2006 года сколько они терпели ну это реально они же натерпелись это шутки шутками а это серьезный буллинг был и есть сейчас тоже с юмором воспринимают я вижу как дети записывают эти рилсы шортсы в ютубе смеются уже смешно но сам факт слепаков актер понимаете о чем если до вас вдруг дойдет это видео посмотрите а с таджиками с голубеводом я почему не взял этих голубей если честно я ему сказал ну не я подарок этот брать не буду я могу только обменять чтобы равно было равноценно чтобы его голуби у меня были и мои голуби у него потому что ну реально это будет честно тут что я ему продал колечко он мне голубей подарит ну по мне это не честно да если честными с вами быть у меня не было и да пока нет места именно для другой масти голубей вот для этих таджикских но тем не менее сейчас повод для меня завести этих голубей очень шикарные голуби вы посмотрите видео с ними я вам покажу в конце видео посмотрите на эти шедевры это реальные шедевры это ну реально сто лет генетики минимум минимум идейные люди занимались и не для войны а для мира во всем мире во всем мире голубь считается символом мира дружбы и значит фразе Таджикистан во-первых это вот когда голуби играют вот он вот он можно говорить Таджикистан бапеш, а я в выпуске бакинцы посмотрел в бакинец, что там не знаю, как в баку есть, честно говорят, фраза какая есть, ну, типа кричалки спортивные, типа ЦСКА вперед ха-ха-ха 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 ну, люди, не делайте глупости, не ружьте мосты эти, мосты ломать, не строить нельзя грести всех под одну гребенку все вы знаете эти мудрые слова что нет плохих национальностей, да, есть плохие люди они везде есть, понимаете, даже среди голубеводов есть плохие люди, по факту я знаю русских голубеводов, которые по браку, по генетике ну, как они считают, они правильно, я считаю, они хорошими людьми они по генетике, что-то ему не нравится он голубец, кирбашка но одно дело, когда ты еще голубец, это кормовая птица отрубил голову, скушал кушать тебе нечего, хотя я не знаю сколько голубей надо съесть, чтобы наесться а с другой стороны как садисты как бы среди разных людей есть вот эти плохие люди но я не мог не загрузить это видео не записать его, потому что я слушаю свое сердце всегда при чем-то сделать я слушаю сердце, что оно мне подсказывает я подумал, что мне надо записать это видео это видео за голубеводов за голубеводов потому что я встану на защиту таджикских голубеводов да и в целом любых голубеводов которые занимаются голубеводством ради мира и голубям с трепетом относятся, как к своим младшим братьям, сестрам, как к друзьям как к своим подопечным, как к своим роднулим голуби джан вот чем у меня научили братья таджики они меня назвали джан я говорю, что это значит они говорят, ну как любимый, говорят, дорогой я говорю, а можно голубей джан назвать? они говорят, конечно можно но голуби джан чтобы для каждого голубевода были голуби джан понимаете, они какие-то эти как сказать животные для того, чтобы свой негатив спустить теперь предлагаю вам посмотреть нарезку видео с этими шедеврами от голубеводов из Таджикистана я не могу писать разных национальностей список можете википедии открыть всем мир голуби джан надо хвост свитарить иначе делов не будет пока он не пойдет это что за голубь был? это? это по таджикской линии а вот говорят, у них совсем не летает летит, да и бьет таджики они больше декоративные да ладно с игрой нормально у них все в порядке вот вот сейчас тебе покажу маму которая играла этот сизый сейчас я тебе покажу вот это родители которые сейчас игру ставил вот они вот такие душанбинцы не беру никогда зачем мне это надо вот это с джамбула ноги растут самочка хороший результат показала гульсарочка иди красавица вот этот на сачугу приехал с киргизии вот он это голубь миров видишь как отличается видишь от всех этих колерованных вот я его пущу вот пару вот пару их сними но они диковатые просто это Михаил чтоб ты знал вообще моя самая любимая мазь я что бакинцев в челе держу что у меня вот этот мазь вообще меня радует на крико вот ну и бог чё вот такие таджики пескунят таджкинят таджикинят вот это вот молодой лалак уже тоже до ноября летал на хвост падал уже рыжий такой лалак снимаю своих таджикских клубей вот такая вот племенная пара их я купил два месяца назад так купил это вот рыжий лалак красавица молодые красногруды совсем молодые они еще не споровались их я тоже немножко гонял тоже лед набрали уже на хвост падали такие вот еще не выленили до конца молодых лалаков тоже вот голубь тоже немножко гонял вот тоже набрали потом закрыл всем здравствуйте хотел показать лалаков волков этом видео я их гоняю я их родители отправлял в рязань у них остался мне яички положил ну вот они видишь ли я их гоняю они минимум час летают до двух часов до двух часов вот эти оба летает начал кувыркаться 3 вот это вот тоже голубка ты лалачки оба голубки стали я думал пара будет нет 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 оба голубочки вот этот вог троих сейчас они летные мои гоняю остальных не отпускал остальные не летают